Всем, кто просыпается вместе с телеканалом РТС, большой привет! Сделать ваше пробуждение приятным и полезным поможет программа «Утро Хакайси» и я, Ольга Семенова. Наступил четверг, 11 апреля, и сейчас узнаем, что же будет в нашем выпуске. Секреты бывалых огородников. Вас ждут реально действенные советы, чем кормить рассаду, чтобы получить хороший урожай. Расскажем, зачем молодежь Хакайси созывает всероссийский курултай и за какие заслуги брейк-данс причислили к олимпийским видам спорта. В общем, будет масса всего интересного, так что не переключайтесь, а начнем по традиции с даты. Во всем мире профессиональный праздник отмечают топ-менеджеры. Пожелаем же руководителям высшего уровня эффективного управления во благо общества. Еще сегодня Всемирный день анимешника, но отмечать его могут не только те, кто непосредственно создает японскую мультипликацию, но и все, кто увлечен ей. Кстати, такие мультики появились в Японии аж 100 лет назад. Современное аниме популярно настолько, что поклонники этого направления не только копируют героев, устраивают целые фестивали, но и общаются на своем анимешном языке. А друг друга уважительно называют «отаку», что переводится дословно как «ваш дом». В общепринятом понимании «отаку» — это фанаты аниме, которые живут в мире грез и мечтаний, а на мир смотрят сквозь розовые очки и наверняка не задумываются о таких приземленных вещах, как, например, смена зимней резины на летнюю. Между прочим, если бы не американский изобретатель Чарльз Гудъир, который открыл свойства каучука, неизвестно, какими бы сейчас были автопокрышки. Ну а без рубрики «5 фактов» мы с вами так и не узнали бы все об этом веществе. Каучук происходит из двух слов — в кау и учум. На языке американских индейцев название этого материала переводится как «плачущее дерево». На сегодняшний день спрос на каучук в разы превышает его добычу из-за большой популярности в разных производственных сферах. Основным способом добывания является сок дерева гивеи, но ряд экспертов планируют в будущем использовать в качестве источника одуванчики. Еще в 19 веке автопокрышки и резиновые коврики имели белый или бежевый цвет. Только в 1912 году они стали обычного черного цвета из-за добавления в резиновую смесь углерода. Рецепт резины, который не размягчается в жару и не становится хрупкой в мороз, случайно произвел Чарльз Гудъир, нагрев каучуку серу на плите и тем самым получив процесс вулканизации. Существует два вида каучука – натуральный и синтетический. Каучук, имеющий натуральное происхождение, никогда не растворяется в ацетоне или спирте. Водонепроницаемость и непроводимость электричества – особенность этого материала. Этим воспользовался изобретатель Чарльз Макинтош. Он догадался прокладывать слой резины между двумя кусками ткани. Правда, из-за этого в жаркую погоду плащ становился мягким и имел неприятный запах, а в холод не был эластичным. Поэтому он далеко не сразу стал популярен. В синтетический каучук входит состав ракетного топлива, а резины из синтетического каучука осуществляют теплоизоляцию, звукоизоляцию и гидроизоляцию домов. Натуральный каучук очень стойкий, его не растворить агрессивными химическими веществами. Синтетический не так стой к химикатам. Раствор синтетического каучука в бензине называют каучуковым клеем. Получение синтетического каучука – одно из великих достижений 20 века. Однако, как и многие другие, людям это принесло не только пользу, но и вред. Ежегодно в мире выбрасывается до 100 миллионов тонн автопокрышек. В естественных условиях они разлагаются не менее века, а при сжигании выделяют чрезвычайно ядовитые газы в атмосферу. Хакасия, доброе утро! Просыпайтесь, друзья, навстречу новому дню. Вижу, не все из вас пробудились в хорошем расположении духа. Кто-то и вовсе не выспался, лежит до сих пор, подтягивается, как удав. Ну а что, змеи тоже, как люди, любят позевать. Эх, сладкий сон, наверное, приснился. И хоть на часах ранее утро, многие уже на ногах в танцы из ванной на кухню пробегают. Да и песенки веселые под нос напевают. Например, крутой хит от группы Queen. Какой хороший попугайчик уже с утра радуется новому дню. Еще бы, ведь за окном весна. Душа поет, даже несмотря на облачную погоду за окном. Сегодня в Хакасии, кстати, не так уж и тепло. Средние дневные значения составят всего 5-6 градусов выше нуля. В темное время суток сохраняется слабый мороз. В республике легкий и тихий ветер, почти без порывов. Долгота светового дня составит 13 часов 43 минуты. А сейчас переходим к деталям. Пусть Абакань и Черногорске облачно, без осадков. Температурные значения сходные. Днем плюс 6, ночью минус 2. Тихий ветер с юга. В Сорске светлое время плюс 6, после полуночи 5 морозов. В городе облачно с прояснениями. Легкий ветер, осадков нет. В Саиногорске дневной градус составит плюс 5, а в сумерках минус 1. Снега нет, облачно. Почти без ветри. Облачно с прояснениями и в Бии. Днем там плюс 5, ночью 2 градуса ниже нуля. Легкий ветер. В Белом Яре небо в облаках. В светлое время 7 тепла, после заката 1 мороза. Осадков нет. В Аскизе хоть и облачно, но в течение суток только плюсовые значения. Дневной градус плюс 6, ночной плюс 1. Тихий северо-восточный ветер. В Баграде местами проглянет солнце. В обеденные часы плюс 3, в сумерках похолодание до минус 7. Слегка ветрено. В Шара в течение дня плюс 6, ночью градус упадет до 5 морозов. Слабый ветер, под вечер усиление скорости. В Абазе хоть и облачно, но с прояснениями без осадков. В течение светлого времени плюс 7, ночью минус 2. В Таштепе типичная погода. На небе также облака. Днем плюс 6, а ночью минус 2 градуса. Легкий ветер. В Копьево в светлое время воздух прогреется до 5. В сумерках термометр покажет на 8 морозов. Легкий южный ветер. В Абакане без осадков на небе облачно. Дневная температура плюс 7, ночные часы лишь минус 1 градус. Тихий юго-западный ветер. Влажность комфортная. Атмосферное давление высокое. Магнитное поле спокойное. Растущая луна. Попали в оккупацию. Так жители центральных улиц Абакана описали ситуацию, в которой оказались вчера утром. Такие кадры прислали нам в редакцию зрителей. Дело в том, что в республиканской столице начались репетиции парада победы к 9 мая. Кстати, движение ограничат еще трижды. 17, 25 и 30 апреля. Ездить нельзя будет по улице Советская от Ярыгина до Карломаркса, по Карломаркса от Советской до Ленина и по Щетинкина от Ленина до Хакаской. Неудобства придется потерпеть с 7 утра до часу дня. Получается, что на работу, в садике или в школу в дни репетиции нужно будет прогуляться пешком. Что еще важного и интересного происходит в нашей республике, узнаем из обзора главных новостей. В домах жителей Черногорска и Устебаканского района появилось тепло. Из-за миллионных долгов предприятий ЖКХ перед энергетиками была ограничена подача света на котельный ХакТЭК. Без тепла и горячей воды остались десятки многоэтажек, городские, а также районы, соцобъекты. Правительству в очередной раз удалось договориться с энергетиками. Тепло вернулось, а прокуратура ХакЭси начала проверку. В отношении руководства ХакТЭКа возбуждено 4 административных дела. Надзорники пытаются обязать коммунальщиков погасить долги. В Багратском районе загорелся лесной массив. Пожар произошел недалеко от деревни Карасук. По данным, огонь пришел с полей. Там неизвестные подожгли траву. Виновников ищут. Поджигателей ждет уголовная ответственность. Выгорело полгектара леса. На тушение пожара ушло около двух часов. Огнеборцы напоминают, в ХакЭси особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено. Также недопустимо разжигать костры, бросать непогашенные спички и окурки. Новым оборудованием будут оснащены энергообъекты Сибири. Это касается электроподстанций. Каждый прибор с полимерной или фарфоровой изоляцией смонтируют рядом с объектом. Его задача – защитить энергокомплекс от возникающего перенапряжения в сети, в том числе и при попадании молнии в грозу. Жители ХакЭси теперь могут выйти на пенсию досрочно. Это касается тех, кто имеет большой стаж работы. Мужчины должны отработать не менее 42 лет, женщины – 37. С начала года досрочные пенсии уже назначены 14 жителям ХакЭси. Кстати, больше половины из них – представительницы слабого пола. Вот еще одна новость. Завтра в ХакЭси впервые пройдет Всероссийский съезд молодежи хакасского народа «Курлтайм». Что это за проект, нам сегодня расскажет председатель хакасской молодежной организации «Асхыр» Айла Тюндишева. Доброе утро, Айла. Здравствуйте. Понятно, что такое формат форум, фестиваль. А съезд что подразумевает под собой? Съезд выдвижения делегатов и среди делегатов мы будем обсуждать актуальные темы, которые будут на повестке дня. И потом будем голосовать за резолюцию, которая будет принята. Будем поднимать проблематику, которая у нас есть среди хакасской молодежи. И пути решения. Будем непосредственно сотрудничать с правительством, с представителями органов исполнительной власти. Ну и надеемся на конструктивный, плодотворный диалог. А кто автор идеи? Каковы, ну как бы, собственно, главные цели? Ну, мы существуем с 2012 года. И у нас одна из основных целей была проведение вот такого плана съездов. Съездов с хакасской молодежи. Мы в прошлом году, в 2018 году, планировали провести, но решили все-таки обозначить форумом. И летом провели форум. А в этом году уже провести такой масштабный съезд. У нас, мы поддерживаем связи с хакасской молодежью Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. И вот поэтому решили вот такой всероссийский съезд назвать, чтобы ребята приехали. Мы обсудили на повестке неактуальные вопросы для хакасской молодежи. И постарались, взаимодействуя, решить и предложения какие-то дельные внести. Но актуальные вопросы какие, например? Вообще у нас будет пять площадок. Одна из площадок – язык как основа сохранения народа. Также молодежь и развитие малого и среднего бизнеса. Сохранение этнокультурного наследия. И развитие туризма, историко-культурного наследия. Также роль молодежи в развитии гражданского общества. И последняя площадка, одна из, наверное, актуальных не только у нас в хакасе, но и в мире. Это информационные технологии как ресурс популяризации культуры хакасского народа. Все мы постарались обозначить именно пять площадок, чтобы ребята по интересам разошлись и обсуждали, знакомились друг с другом. И могли какие-то, ну, выявить, опять же, проблематику. И какие-то, может быть, обсудить. И, может быть, у них между ними сотрудничество какое-то будет. Все площадки интересные. Модераторы этих площадок и спикеры будут одни из самых компетентных людей в республике. Мы постарались именно вот, чтобы молодежь была информирована. И все было именно на то, чтобы был диалог хороший, плодотворный. Ну, понятно, что тематика как бы очень обширная. Я, ну, как бы, да, можно сделать такой вывод. А насколько эта площадка будет открытая? Не в том плане, что, как бы, двери, да, открыты, а в том плане, все ли смогут прийти и высказаться? То есть для кого проводится съезд? Ну, мы стараемся для молодежи из районов. Восемь районов у нас приедет и четыре города. То есть самая активная молодежь. Они выдвигаются, выбираются у себя. И сейчас приезжают. Это и общественные организации какие-то, да? Да, и общественные, и работающие молодежь, студенты у нас. То есть вся неравнодушная молодежь. Ну, мы под итогом будем резолюцию, проект резолюции уже готов. А потом мы ее доработаем, естественно. А для чего нужна эта резолюция? Резолюцию мы отправим в правительство, чтобы они рассмотрели, чтобы все проблемы, они же разные, ведомства взяли на себе на вооружение. То есть мы, как граждане нашей республики, должны показать, какие сферы, может быть, недостаточно внимания уделены на эти сферы. Поэтому все это мы должны очень тщательно и хорошо проработать, чтобы действительно каждый голос был услышан. И даже вот эти строительства, экология наша, она не только национальная, конечно, тема. Но, тем не менее, одна из важнейших проблем на сегодняшний день, и особенно в Акассии. У нас среди молодежи, допустим, есть предложение, чтобы вместо строительства, допустим, этих разрезов, более уделить внимание туризму или технологиям вот этим, чтобы мы больше развивали. Вот Япония, они же живут как-то вот именно на информационных технологиях, развиваются как-то. Почему бы у нас на этот упор не сделать? Ну, то есть много очень интересных предложений среди молодежи, потому что молодежь, она продвинутая. Будет очень интересно. Хорошо. А у меня последний вопрос. Где и когда вы собираете молодежь активно? Завтра в 10 часов в Центре культуры и народного творчества у нас регистрация с 10 до 11. И потом торжественное открытие, и на весь день у нас получается все закончится в 6 часов. Мы примем резолюцию. То есть у нас программа очень насыщенная, плотная, но очень интересная. Спасибо большое, Айла, что нашли время заглянуть на Встузи. Желаем вам хорошего дня и удачи. Спасибо. Всего доброго. У нас в гостях сегодня была председатель Хакасской молодежной организации Асхыр Айла Тюндишева. Но не переключайтесь, впереди вас ждет масса позитива. И подборка лучших видео, и секреты опытного садовода. А прямо сейчас звездный прогноз. Овны. Возможно, случайная встреча с тем, кого вы хотели бы никогда больше не видеть. Тельцы. А звезды говорят, что кто-то на вас обижается. Подумайте, не забыли ли вы о своих друзьях. Близнецы. Гороскоп намекает вам о том, что сегодня можно не спешить, потому что и так везде все успеете. Раки. Не планируйте на сегодня ничего конкретного. Проживите день спонтанно. Львы. Постарайтесь сегодня весь день искать что-то хорошее в происходящем и радоваться мелочам. Девы. Звезды не советуют в этот день совершать то, что не сможете потом смыть со своей совести. Весы. Спрячьте депрессию в дальний ящик, и тогда вы, наконец, почувствуете, себя хозяином своей судьбы. Скорпионы. Для вас наступивший день пройдет, как у бога за пазухой. Стрельцы. Сегодня вас постоянно будут куда-то тянуть, и остановить вас кому-либо будет непросто. Козероги. Не стоит сегодня пытаться быть остроумным, чтобы потом не выглядеть смешным. Водолеи. Не смотрите сегодня людям в глаза, вы не найдете в них ни ответов, ни понимания. И перестаньте требовать от окружающих больше, чем они могут. Рыбы. Сегодня вам придется примерить маску гордыни, которая оградит вас от всяческих низостей со стороны знакомых или сотрудников. Высокий спорт становится все ближе к обычным людям. Так, на летней Олимпиаде в Париже любой желающий наравне с профессиональными спортсменами сможет пробежать марафонский забег. Правда, они вместе с ними, а позже, но в этот же день и на тех же условиях. При этом организаторы предложат различные форматы дистанции, чтобы можно было выбрать для себя приемлемый уровень. Но и это не все новости Олимпиады 2024 года. Международный Олимпийский комитет впервые добавил в ее программу спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, а также, внимание, брейк-данс. МОК аргументировал это стремлением сделать игры более зрелищными и привлечь к соревнованиям молодую аудиторию. А вот те, кто постарше, мягко говоря, в недоумении, в особенности по поводу брейк-данса. Ну как, за спорт можно выдавать уличные подростковые танцы и уж тем более включать их в программу серьезных соревнований. В ответ профессиональные брейк-дансеры говорят, чтобы достичь в этом деле высот, затратить сил придется не меньше, чем любому другому олимпийцу. Так что же такое брейк-данс? Спорт, уличное развлечение или целое искусство? Ответы на эти вопросы искала Наталья Чудина. Слайб, гелик, свеча, черепаха. Все это элементы ломаного танца. Так еще называют брейк-данс. Сейчас свое мастерство показывают ученики школы Skillfly. Сейчас он выполняет топ-рок, некоторые элементы топ-рока. Сейчас он импровизирует музыку. То есть мы работаем над импровизацией. Также все, что он процентов, наверное, 80, он импровизирует. Есть базовые элементы, которые в топ-роке, и мы от них отталкиваемся. То есть они их заучат, оттуда уже рождаются новые элементы. Вот сейчас, например, он выполняет футфорк и фризы. Все не так просто, как кажется. Это, пожалуй, главное, что поймет каждый, кто решил заняться брейк-дансом даже на любительском уровне. Выполнение порой акробатических трюков требует серьезной физической подготовки. С улицы начинали. И сразу же этого спорта не было, как это все знают. Но здесь просто есть силовые элементы. Есть спорт. Ребята занимаются, тренируются как спорт практически. Но все равно эта культура будет оставаться всегда как уличная. То есть она останется в легенде, хоть она выходит сейчас на спорт. И мое мнение такое, что то, что он выходит в Олимпийские игры, это отлично. Это перспектива для молодежи. Брейк-данс зародился в США на стыке 60-х и 70-х годов. По сути, он стал развитием другого танцевального направления – гуд-фуд, ставшего популярным благодаря альбому Джеймса Брауна. На тот момент гуд-фуд был единственным стилем, в котором сочеталось падение на землю с элементами вращения. Танцы, подломанные ритмы музыки со временем усложнялись. В них добавлялись элементы различной сложности, затем начались так называемые баттлы. Сначала это были просто уличные соревнования. Спустя много лет они вышли на серьезный международный уровень. Судят пока что брейкеры, которые завоевали много чемпионатов, то есть заслуги какие-то есть, вышли на мировой уровень. Сейчас критерий, допустим, конкретно не устаканен еще на самом деле, но в первую очередь это музыкальность, оригинальность очень важна. То есть чем больше оригинальных элементов, тем больше шансов победить. Также силовые элементы очень сильно оцениваются. Связки, эти переходы – основа на этом держится, получается. И вот, пожалуй, апофеоз развития брейк-данса как танцевально-спортивного направления. Его включили в программу летних Олимпийских игр. Правда, пока непонятны критерии оценки выступлений. Кстати, многие специалисты сравнивают брейк с фигурным катанием, где тоже сложная оценочная система, но она отлажена и понятна. Так что и танцоров ломаного бита будут судить не на глазок, а по четким критериям. Если родители решат воспитать чемпиона, то приступать к процессу тренировок нужно будет с раннего детства. Чтобы ребенок вышел на профессиональный уровень, то есть, допустим, профессиональный уровень мирового уровня класса, или европейского, или российского, или Сибири. Я думаю, что тренироваться нужно с четырех лет, примерно так. Ну, можно, в принципе, и семи лет добиться, можно десяти, если человек как бы талантливый. Гибкость, как у гимнастов, выносливость, как у марафонцев, сила, как у тяжелоатлетов, умение просчитывать ходы, импровизировать, как у шахматистов. Но главное, что объединяет этих ребят с профессиональными спортсменами. Постоянные усиленные тренировки, без которых невозможен успех. И, конечно, воля к победе. Здоровое питание – один из главных трендов нашего времени. Современный покупатель все чаще берет товары с подписью «ЭКО», при том, что ценники на них значительно выше. Такое явление эксперты связывают с ростом интереса россиян к здоровому образу жизни. По разным оценкам, на сегодня правилам ЗОЖ следует почти 60% покупателей в России. И крупные ритейлеры эти изменения уже уловили. В магазинах стали появляться специальные полки с продуктами для ЗОЖников. Но можно не переплачивать и обойтись привычным набором. Например, для улучшения памяти диетологи советуют употреблять в пищу оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи. А как вам такое меню? Свежая рыба, верми кофе, хлеб и дрожжи. Странный наборчик, не правда ли? Но и именно он, по мнению садовода Ольги Мягких из Черногорска, идеально подходит для выращивания растений. Практическими советами она решила поделиться со зрителями у Трохакассии. А потому передаю слово Ольге Григорьевне. Мы просто пальчиком делаем, вот ставим его туда, да, поливаем водичкой туда, вот так вот. И вот как вот он туда вошел, вот так вот, и вот все. Все, вот он. Нежно и ласково Ольга Григорьевна говорит, знать все тонкости своего дела мало, любить его надо и всем сердцем ждать результата. Тогда все получится. Со своими цветами, перчиками, томатами она обращается нежнее, пожалуй, чем с детьми. Вот и растет рассада, как на дрожжах. Сейчас все садоводы-огородники приступили к пикировке растений, пересаживают ростки в отдельные емкости. Это способствует развитию корневой системы и укрепляет их. Земля для каждого вида разная. Мы ее просеиваем, обязательно просеиваем, потому что там вот эти все вот эти вот торф, вот это, они когда появляются в земле, и они получаются, что там вот этот корешок в торф вот войдет, и он тогда уже все погибает. Просеянная через крупное сито земля позволяет корням слабеньких ростков лучше дышать. Увлажнять грунт нужно в меру. Любит молодая рассада хороший свет. В доме всегда не хватает света и не хватает того воздуха, что в теплице. В доме и нужно делать ее дополнительную подсветку. А помидоры будут вытягиваться. Они очень тянутся, они сразу, им не хватает. Они будут тонкие, худые. Они будут болеть, они будут плакать. Идеальные условия для подрощенных дома растений – теплица. Учиты мягких, домик для рассады построил муж, поставил печь. Теперь можно и внутренним микроклиматом управлять. Весной Сергей – главный помощник жены. Работу по подготовке земли для пикировки растений взял на себя. Тазик ложишь и руками, шмык-шмык. Ну, это же старенькие уже устали. Ну, придумал бы эту замешалку. Быстрее выгоднее. И перемешать лучше. Лопатку. Хлоп. Вторую. Хлоп. Все, она мешается у нас. Процесс подготовки грунта автоматизирован. Но вот дальнейший уход за рассадой лучше все-таки осуществлять вручную. Не забываем о воздухе для корней. А когда уже вы рассадите, вот уже когда перчик, вот мы сейчас его рассадили, да, вот распикировали, вот ему сейчас уже неделя. Вот через 10 дней где-то, да, вот его нужно порыхлить, уже начать рыхлить. Его нужно порыхлили, вот он сегодня у вас постоял денечек, завтра его теплой водичкой полили, а потом на второй день уже, когда он постоит, только подкармливать на сырое, на сухое подкармливать ни в коем случае нельзя. Опасно и перекормить растения, рассказывает огородница со стажем. Ольга Григорьевна рассаду угощает специальными вкусностями во время посева, потом при пикировке. В ее арсенале новое средство – вермикофе. Знакомы многим циркон и другие составы, в которых обязательно азот, калий, фосфор, мезо и микроэлементы. О высадке в открытый грунт говорить пока рано, а вот готовиться уже можно. В прошлом году Ольга Григорьевна собрала невиданный урожай томатов. Подруга поделилась с ней секретным ингредиентом удобрений. Вот я покупила вот эту фертику, да, вот эту, гранулом, и мою его для помидор. Вот, да, мою его. Прямо вот, вот честно вам скажу, вот такой результат. На луночку кидаете одну, если она вот такая, нет, две, она там, это фосфор. Не стоит забывать о подкормке растений и летом, когда уже в редках до грядках начнут культуры огородные идти в рост. Вот, у нас есть бочка, в которой в этой бочке там чего только нет. Всё, что есть, и варенье старое, и дрожжи, и хлеб этот вот, который ржано-пшеничный, и этот, как его, мочевину туда, вот этот навоз, вот эта коровьи-то, трава, что мы полим туда, это всё мы замачиваем, и вот это мы раза два поливаем. Главное не переусердствовать. Ольга Мягких настаивает всего в меру удобрений, подкормки, воды, солнца и заботы должно быть у растений. Тогда и они ответят буйным ростом, им богатым урожаем. На результат трудов героини сегодняшнего материала полюбуемся все вместе. Уже через два месяца сюжет летнего сада этого года у цветоводов готов. Заготовки и рассада ждут своего часа и летнего солнца. Это самое летнее солнце для выращивания рассады скоро совсем будет не нужно, как, впрочем, и заботливые руки садоводов-огородников. Вот вы когда-нибудь играли в видеоигру о веселой ферме? Так вот, виртуальная реальность уже перекочевала в нашу жизнь. То, что вы сейчас видите, настоящая модель фермы будущего. Пользователь в специальном приложении выбирает вид растений и определяет, куда заложить семечко. А дальше всю работу за человека делает автоматизированная система. Все, что остается сделать потом – собрать урожай, а между делом определить место закладки для новых семян. Чудеса да и только, но согласитесь, во всей этой технологии нет души, ведь большинство садит огороды, чтобы отвлечься от повседневной суеты и с радостью копошаться вдоль грядок. И в этом есть необъяснимая магия, манящая вновь и вновь на свои родные шесть соток. Точно такие же эмоции, наверное, испытывает каждый рыбак, отправляясь хоть за небольшим, но уловом. Самое сердце столицы и вот что засняли наши телезрители. 10 апреля на улице хороший плюс, но рыбакам все равно. Как говорится, как хочу, так и ловлю. Хорошо хоть на машине на лед не выехал. Трасса Абакан-Кызыл. Здесь весной не пахнет снег и гололед. А это последствия скользко, как мыло дороги. Два большегруза на большой скорости въехали друг в друга. Один вез уголь, второй ехал пустой. Как итог, все живы, но ситуация неприятная. Будьте осторожнее. Сам живой в больницу вывезли. Ну не знаю, что-то серьезное. Мы его не видели, скорую вызвали. А это видео о добре и зле. Сегодня в районе станции Ташиба железнодорожники спасли собаку, выброшенную людьми умирать. Что ж, поведение людей заставляет задуматься. Ну, беги теперь. Не бойся, не бойся. Никто тебя больше не обидел. У Юли из Абакана получилось очень красивое видео. Снимали на горе Кюнтак, что в Усть-Абаканском районе. Девушка пишет, ради кадров встали в 4 утра. Мы в восторге. Осторожно, много иностранцев. Это гости из Австралии, которые решили совершить большое путешествие по России. Ехали они в Тынду и на одной из станций увидели снег. Восторга у них не занимать. Ну, конечно, своего-то снега у них нет. Если вы стали свидетелями чего-то необычного и интересного, присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру, указанному на экране.